Европа Плюс, Бригада У! Адам, ой! Вау! Адам, 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 welcome! У нас есть прекрасный Гриша, который нам будет помогать переводить. Адама, Адам, hi. Доброе утро. Hello. Адам. Как часто ты просыпаешься рано, чтобы куда-то отправиться? Как вообще проходит твой обычный день? Во сколько ты просыпаешься? So, how often do you wake up early to go somewhere? What's your usual day? When do you wake up for time? Я обычно встаю в шесть, мы развозим в шесть? Да, вообще неожиданно слушать, что в шесть. Мне в шесть вставать не нравится, но приходится. Это виновником всему дети. Это все потому, что дети, да? Да, школа начинает очень рано, у них школа очень рано начинается. Вообще это обидно, что школа так рано начинается, да? Почему взрослые должны страдать? Почему взрослые должны страдать? Я очень давно этим вопросом задаюсь, на самом деле. Мы очень давно этим вопросом занимаемся. У нас, кстати, в России есть вторая смена. Это когда дети начинают учиться с двух часов дня, с обеда. Если такая штука в Америке. Но это тоже считается наказанием для родителей, потому что они поздно заканчивают. А во сколько они заканчивают тогда? Кто знает? Ну, шесть-семь, наверное, да. А все равно лучше, чем вставать в шесть утра. Сто процентов! Но мы не можем согласиться, так как мой ведущий утреннего шоу все-таки. Адам, добро пожаловать в Россию. Скажи, пожалуйста, когда ты прилетел? Я приехал очень поздно во вторник и до сих пор сражаюсь с джетлагом. Я знаю, что это твой не первый приезд, и ты был много-много лет назад. Вот, по-первыхому впечатлению, изменилось ли что-то в Москве? Что-то ты заметил? Я знаю, что это не первый приезд, Россия. Ты был здесь много лет назад. Что-то изменилось? Ты видишь, что-то изменилось? Я не знаю, чтобы я не знаю. А часто, когда я пойду к месту, я вижу то, что я в виду, я вижу то, что я в городе, и я вижу то, что я в гости. Это было так. Так что, это трудно. У нас обычно много в порядке, в практике, в реальность, и в то, чтобы уходить на себя. Ты действительно не имеешь много времени, если ты останешься несколько дней. И я уходу в доме, поэтому обычно, когда я готовлюсь с моим работой, я люблю домой и увидеть мою семью. Я на самом деле не очень много всего вижу. Обычно, когда приезжаешь, видишь тренировочную площадку, там, где ездить приходится. В итоге я вижу обычно отель, аэропорт и там, где езжу. Я бы хотел каждый раз остаться еще на пару дней, но у меня есть семья дома, поэтому я обычно тут же к ним иду. Адам, скажи, ты считал, сколько стран ты так не посмотрел? У меня бы карту перед глазами так сложно говорить, но больше 20 стран точно. Что еще видел и чего еще не видел? Нет, не видел. Легендарный мотопристайлер Адам Джонс узнаем совсем скоро в Бригаде У на Европе Плюс. Драмс, это Джеймс Хайп и Ким Бетро с Бригаде У на Европе Плюс. 9 часов и 10 минут в Москве. Эфир Бригаду продолжается. У нас сегодня в гостях легенда мотопристайла Адам Джонс. Адам, доброе утро еще раз. Привет, еще разок. Доброе утро, Адам. Буквально недавно я посмотрела фильм «Шеф Адам Джонс» с Брэдли Купером, и мне показалось, что это так забавно, что сегодня у нас гости тоже с таким именем. И мы с Адамом разговаривали, и оказывается, еще огромное количество спортсменов. И с таким же именем. И произошел какой-то казус. Вот мог бы ты рассказать поподробнее? So, can you tell more about this story with Адам Джонс, the baseball player? Да, there's a professional baseball player in America named Адам Джонс, и мы both ended up in Vegas at the same time. Я был там за фресо-мотокрасс contest, и я не знаю, что он был там, вообще. Но я checked into the hotel room, и я got put into his hotel room. И, you know, just normal thing. In Vegas, I bolt-locked the door, and at about 3 o'clock in the morning, the door's shaking, and somebody's trying to get in. And I'm like, what the hell is going on, you know? And then my phone starts ringing, and it's security. And security says, sir, you need to open the door. Security's at your door. And I'm like, what the heck's going on? So, basically, I go to the door. Security's there. They're like, how'd you get in there? I said, I checked in. And then Адам Джонс, the baseball player, is standing there. And he was totally cool. Like, he ended up just letting me stay in the room, because it was so late at night, and he got another room. But it was wild, one of the wilder experiences of my life, because he's big time, and I'm just a little freestyle motocross guy. В Америке есть профессиональный бейсболист Адам Джонс, гораздо более известный, чем я, но имя у нас абсолютно одинаковые. Однажды мы оказались в Вегасе в одно и то же время, в одном и том же отеле, причем. И я заселился в свой отель, в свой номер под своим именем, и, как обычно, заперся на щеколду в номере. В три часа утра у меня стук в дверь, крики какие-то, мне звонит телефон, и я из-за двери слышу, что там охрана пришла. Сэр, пожалуйста, откройте дверь. Я открываю дверь, ничего не понимаю, там стоит этот бейсболист, а он очень известный в Америке. Он тоже Адам Джонсон, говорит, что ты делаешь в моем номере? Я говорю, я у себя в номере, я не понимаю, ничего еще происходит. Время три утра, охрана бегает. И, ну, в итоге, когда мы разобрались, да, оказалось, что меня поселили в его номер, но он отличный чувак, он позволил мне остаться там, сам взял тебе другой номер. В общем, вот такая история получилась. Подожди, я надеюсь, что у вас есть фоточка на память. Do you have a photo with them? No. No memory. Есть видео с камер наблюдения, видимо. That was the last thing I was thinking of at 3 o'clock in the morning, when I thought I was gonna get kicked out of my hotel room in Vegas. Вот уж последнее, о чем я думал, в 3 часа ночи, когда они собирались из комнаты выпереть. Это может быть отличный сценарий для сериала. Давай снимем сериал про это. Could be a great idea for a TV-serie. Короткий-короткий метр. Что мы еще будем снимать и о чем расскажет наш Гусь? Адам Джеймс узнаем совсем скоро в «Бригадюны Европе Плюс». Гарри Стайлс, «Бригадюны Европе Плюс» 9.16 в Москве. Мы продолжаем нашу беседу с гостем легенды мотопристайла Адам Джонс у нас сегодня. Адам, если я все верно понимаю, а я надеюсь, я еще в состоянии нормально что-то понимать, ты 8 раз побеждал на всемирных экстремальных играх X-Games. Можно ли это сравнить с веб-кратным чемпионством в мире? Я медалист, на самом деле, игр. У меня три медали. Да, это действительно можно сравнить с мировым чемпионатом в другом виде спорта. И, насколько мы все понимаем, мотопристайл – очень травмоопасный вид спорта. И, например, в России, ну, если сравнить вот с страховки, вот если ты водишь автомобиль, и чем больше у тебя каких-то ДТП, то чем дороже у тебя страховка. Страхуешь ты или ты? Или сколько стоит? Вы видите, спорта, что ты делаешь, это довольно травматичная. Так что, в связи с инсурансовым ценам, это высокий для тебя, чтобы инсурировать? Да. Инсурансовый ценам в Америке – мы очень много платим за инсуранс. Для тебя, как для мотофристайлера, это дороже? Стоимость страховки сильно зависит от истории твоих травм. У меня за довольно долгую карьеру несколько, конечно, было, но вообще довольно немного, поэтому стоимость мне повезло, стучит по дереву. Но в этом плане моя страховка немного выше, чем у среднего американца. Вот, ребята, я заметил при рассказе о страховке Адам постучал по дереву трижды. Какие еще русские приметры знают? Адам Джонс узнает совсем скоро здесь, Бригадю на Европе Плюс. Love it like that – это Love, Бригадю на Европе Плюс. 7.20? Нет, гораздо больше. 9.25 в Москве. Мы продолжаем беседу с нашим гостем. Это Адам Джонс, легенда мотофристайла. И мы тут за эфиром успеваем обсудить что-то личное, например, реакцию родителей. Ну, потому что родители всегда, естественно, переживают, особенно мотокросс. Мне кажется, если бы ко мне пришел мой будущий сын и сказал, я буду мотокроссером, я... Заберите его навсегда в комнате. Да, конечно, но это сложно. Как отреагировали родители, когда впервые ты заявила о своем желании связать свою жизнь с двухколесным транспортом? И во сколько это было? Я начал ездить на мотоцикле где-то лет в 10, через пару лет буквально понял, что это вот то, с чем я хочу связать всю свою жизнь. Мой отец гонялся на автомобилях автогонщика, и он с огромным энтузиазмом воспринял мою идею гоняться на мотоциклах. Поэтому родители меня очень сильно поддерживали всегда. Очень круто. Адам, у твоей мамы стальные нервы. Сначала муж, потом сын. А вот как ты думаешь, кто-то из твоих детей продолжит такую экстремальную карьеру? И как ты к этому отнесешься, если они захотят это сделать? Мама должна быть нервами стиля. Первый муж – это рейсер, потом сын – это рейсер. Ты знаешь, что ты думаешь, когда один из твоих детей... Мама моя действительно были стальные совершенно нервы. Она довольно много времени проводила со мной в больнице, когда я убирался в детстве. Мама, молодец. Получал травмы, да. И я, на самом деле, не знаю, смогу ли я так же. Мне кажется, если кто-то из моих скажет, что хочет быть мотогонщиком, я бы, наверное, их постараюсь отговорить. Адам, а еще такой вопрос. Совершенно понятно, что ты бесстрашный человек, гоняя так. Но есть ли у тебя какие-то фобии? Ну, вот реально, не знаю, может быть, змеи боишься, там, пауков, ну что-то. Ты боишься, хочешь что-нибудь. У нас нет ни пауков, ни змеи, тебе повезло. Но зато в Австралии недавно нашли нового паука. А если вдруг полечишь в Австралию, знай это. Я там много раз был за свою карьеру, да, в Австралии. И у них там все самые большие твари и все самые ядовитые, да. Именно так. Продолжим беседу с Адамом Джонсом совсем скоро. Впереди гороскоп на Европе+. 9.31 на Москве, гороскоп на пятницу, 29 марта. Ну что ж, овны, откажитесь на сегодня от общения по телефону, лучше встретиться лично. Тельцы, ваши возможности будут прекрасно сочетаться с потребностями. Близнецы, от вас кто-то ждет решительных, однозначных действий. Раки, сегодня не стоит перегружать себя, работай. Львы, обращайтесь осторожнее со словами любой важности. Девы, давайте постараемся хранить чужие секреты лучше, чем свои. Весы, неожиданные импульсивные поступки принесут удачу. Скорпионы, велика вероятность попадания в смешную ситуацию. Стрельцы, перед вами открыты многие пути, вам просто нужно выбрать один. Козероги, не ищите подвохи, их пока нет на вашем пути. Водолеи, сегодня лучше не принимать важные решения единолично. Ну и рыбы, ваше терпение подвергнется серьезному испытанию. Европа Плюс, бригада Плюс. Плаймен и Хедли Бригадю на Европе Плюс. 9 часов 35 минут мы продолжаем беседу с нашим гостем. Это легенда модо-фристайла Адам Джонс, который уже завтра выступит на фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв», который состоится в Москве при поддержке Европы Плюс. Адам, завтра «Прорыв». Ты приехал в виде участника или на показательное выступление. Расскажи, что будет завтра от тебя, чего ждать. Так, 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 так. So, the event, you're performing at, is taking place tomorrow. Do you come as a competitor or just for an exhibition? What do we expect from you tomorrow? Yeah, there's not a contest at this one. It's an exhibition. It's going to be a giant show full of all kinds of action. I'm going to be one of quite a few freestyle motocross riders, and that'll be a small part of a big show, really. Да, это будет не соревнование, это будет просто огромное шоу Я на самом деле лишь маленькая часть этого шоу Там будет много мотокросс райдеров И для меня на самом деле большая честь сюда приехать Первые раза, долгое время и быть частью этого шоу Мы тебя ждали, Адам, наконец-то ты до нас добрался Я думаю, что будет очень завтра интересно, приходите обязательно Прорыв, это мощно всегда Белитики есть На самом деле очень здорово, что меня пригласили Я здесь больше 10 лет не был, каждый раз очень наслаждаюсь своим приездом сюда Так что очень здорово, что я здесь снова оказался И все мы правда очень рады этому факту А еще один радостный факт Впереди сейф, в котором 63 тысячи рублей Звоните Все это были здесь, на Европе Плюс 9.43 в Москве, сейф бригадю на Европе Плюс начинается В сейфе сегодня 63 тысячи рублей Кто за них будет бороться, давайте узнаем Алло Алло Привет Привет, привет Привет, давай Я зовут Алексей Леша, ты откуда? Я с полуоцкого, Камчатка Вау, Камчатка, сколько у тебя времени сейчас? 6.43 Вау Привет, будущее Леша, познакомься, это наш гость Адам Привет, привет Адам, это наш слушатель Леша Леша, три вопроса, три варианта ответа каждому, если справишься, получишь 63 тысячи рублей, ты готов? Готов Ну наверняка же в будущем нужны деньги Я уверена, пятница уже началась Поэтому начинаем Первая цифра Леша, ну начнем с очень милого события Сегодня Международный день русалочки Отличный повод вспомнить диснеевский мультик про русалочку, я думаю, ты смотрел, да? Ну, давно Ну, давно, но смотрел В общем, как ты помнишь, русалочку зовут Ариэль И у нее есть друзья Вот лучший друг, например, рыбка Флаундер Подскажи, пожалуйста, как переводится имя Флаундер? Три варианта ответа Лосось Камбала Скумбрия Наверное, скумбрия Третий вариант, скумбрия, принято Вторая цифра Леша, второй вопрос задаст тебе наш гость, естественно, вместе с переводчиком, поэтому внимание Адам Адам, твоя вопрос Вип-трек Да, что такое особенное в том, что фристайл-мотокросс-вип? В чем особенность трюка под названием whip? И вот тебе три варианта Во время прыжка райдер пытается расположить мотоцикл максимально горизонтально Второй вариант Перед прыжком райдер закрывает глаза Либо третий вариант Прыжок происходит со скрещенным на руле руками Первый вариант Вариант один Принято Третья цифра Ну а сегодня день шампиньона Отмечается он сегодня не случайно Именно в этот день родился легендарный русский ученый, селекционер Ефим Грачев Который создал первую грибную ферму в России Хорошо? Хорошо Ну и сейчас, мне кажется, шампиньоны самые популярные грибы Давай возьмем название Оно пришло к нам из Франции Вот как переводится с французского шампиньон Гриб Шляпка Закуска Наверное шляпка Шляпка, второй вариант, принято Итак, Алексей с Камчатки подорвал такой код от сейфа Три, один, два На кону 63 тысячи рублей Внимание Да что ж такое Так, Леш, ну давай разбираться Ты сказал, что флаундер это скумбрия Нет, скумбрия это любимая рыбка нашего Паша Беседина Паша Беседина А флаундер переводится как камбала Леш, зато ты в душе мотофристайлер Потому что абсолютно верно ответил на вопрос от Адама Связанный с выполнением трука под названием ВИП Да, действительно, это когда во время прыжка Райдер пытается расположить мотоцикл максимально горизонтально Ммм, ну и шампиньон, оказывается, просто гриб Вот так вот Леш Да? Мы тебя ждем в следующий раз Ты обязательно звони, хорошо? Обязательно И Камчатке передавай привет Счастливо, пока! Пока-пока! Ребят, всем пока-пока! Но в понедельник в сейфе бригады У 67 тысяч рублей Сейф в бригаде У Маккенберд, это Эминем в бригаде У на Европе Плюс 9.49 в Москве Мы провожаем беседу с нашим гостем Это Адам Джонс Адам, привет! Еще раз доброе утро Хелло! Адам, много вопросов от наших слушателей Не все успеем задавать И вот один от Алишера Но что-то на мотофристайлерском сейчас будет Как может описать мотогончик свой мир в момент хедстенда? Мы получили много вопросов от слушателей Но мы только есть время для одного Это вопрос от Алишера И после того, как я нахожусь через трюк И после того, как я нахожусь через трюк И после того, как я планирую мою лунчу Я нахожусь и продолжаю Взлетаю в воздух Лечу-лечу Обычно к этому времени пытаюсь вспомнить Давно ли я принимал душ Если я принимал душ на этой неделе Значит, все в порядке Я начинаю анализировать свое состояние дальше Обычно к середине трюка Я понимаю, что я голодный Так что к приземлению Начинаю планировать обед Ну то есть время там реально застывает И он тянется долго На самом деле довольно скучно То, что у меня происходит в голове во время трюка Потому что это просто повторение того Что я тысячу раз отрабатывал на тренировках Там нет адреналина Это опасно очень Там нет волнения Это просто процесс Который со мной происходит Много раз И потом Ну я чувствую только удовлетворение Когда я закончил трюк А какая музыка Приносит удовлетворение Адаму Джонсу Мы узнаем совсем скоро В саундчеке В Бригаде Уны Европе Плюс Бригаде Уны Европе Плюс Девять пятьдесят восемь в Москве Вот и начинается Чек, чек One, two, three, чек Саундчек В Бригаде У Саундчек с нашим гостем Адам Джонс Очень интересно, что Адам слушает Да И в какие моменты? Вообще, когда ты слушаешь музыку, как правило? So when do you listen to music, usually? What time? What moments? Usually on the way out to the riding spot When I'm ready to get a practice in And during the day before I ride Most of the time, yeah Обычно, когда выезжаю на площадку Перед тренировкой Ну и когда еду на тренировке И накануне Давай послушаем что-то, что тебя вдохновляет Может быть, какой-то любимый трек Или трек, который сопровождает тебя Сейчас, в этот период жизни So let's listen to a track that inspires you Alright My music is going to be a lot different Than what you guys play here But Are you ready? Ну, наверное, совсем другая Отличается от того, что вы здесь обычно слушаете Ну, это интересно Готовы? Да Да Alright, I'm going Ребята, все нормально Это Европа Плюс Если вы только что включили Это Европа Плюс Продолжаем слушать Мы уважаем ракешников Да Мы тут Адаму рассказывали Какая классная русская баня Как мы любим друг друга венчиком бить Мне кажется, этот трек тоже подойдет, да? Тут, мне кажется, биток каждого барабана венчиком Адам, спасибо большое, что нашел время и пришел к нам Знаем, мы тебе здесь всегда рады Да, будем всех ждать завтра на прорыве, обязательно А, обязательно Спасибо огромное Я очень рад быть здесь Я очень рад завтра участвовать в прорыве Завтра в 4 Напомню, завтра в 16.00 в Москве При поддержке Европа Плюс состоится ежегодный фестиваль Экстремальных видов спорта «Прорыв» И, конечно же, Адам Джонс будет среди участников Всем спасибо Всем хороших выходных до понедельника Был Вики Бригаду Европа Плюс Счастливо Пока